Я слышал историю академика Соболина, когда он в молодости еще не был хоккейником. Но я за достоверность этой истории и за ее продолжение не отвечал. А когда он был еще относительно молодым восьмайским, он поехал инспектировать школы в какое-то место. Мне кажется, что речь шла о Оренбурге, но я не знаю, где он с удовольствием довольно давно был. И значит, он, как инспектирующий человек, приходит в урок, садится и инспектирует этот закон. Там учительница рассказывает школьнику, как складывать дроби. Если есть дроби А, В и Ц и Д, то чтобы их сложить, надо что сделать? Шислитель прибавить в числитель, знаменатель – знаменатель. Ну, вот академик будущей Соболина дождался конца урока. И после урока, ну, обязательно пробеживалось, все объяснило, что вообще, говорят, урока надо по-другому складывать. Что если мы складываем две дроби, то надо там написать, значит, ВД, АД плюс ПЦ. Ну, вот учительница, конечно, взяла, и на следующем уроке сказал так, что вот тут приехал товарищ из Москвы, и поступило новое распоряжение, как складывается, что теперь это Москва. Говорят, что эта история не с академиком Соболина, а с каким-то другим человеком, приехавшим из Москвы, в это место в 70-е годы повторяется. Скорее всего, осталось. Из-за байка этой ленингиста. То, что я знаю наверняка, это, что сегодня мы будем складывать дроби именно по первому праву. Продолжение следует...